Привет! А сегодня мы поговорим про смартфон HTC One Mini 2. Мини-версия нашумевшей флагманской модели M8 отличается компактными размерами и приятной ценой. При этом узнаваемый дизайн и интерфейс флагмана бережно сохранены, что придется по душе поклонникам HTC. Внешний аппарат практически копирует M8. Алюминиевый корпус дополнен вставками из пластика. Смартфон хорошо лежит в руке. Его вес составляет всего 137 грамм. Качество сборки не вызывает ни малейших нареканий. Съемных частей у этого девайса нет. Значительную часть лицевой панели, конечно же, занимает сенсорный экран 4,3 дюйма с разрешением 1280 на 720 пикселей. По качеству дисплей смартфона не уступает флагманской модели. Максимальные углы обзора, хорошая яркость с солидным запасом, достойная контрастность. Цвета естественные, насыщенные и сочные. Экран защищен надежным стеклом Gorilla Glass 3. Аппаратная начинка смартфона – процессор Qualcomm Snapdragon 400, работающий в сочетании с 1 гигабайтом оперативной памяти. Постоянная память 16 гигабайт, но часть этого объема занята программным обеспечением. Зато предусмотрена возможность использовать дополнительную карту памяти объемом до 128 гигабайт. Аккумулятор у смартфона несъемный литий-полимер емкостью 2100 мАч. Да, это меньше, чем у флагманской модели оригинала. Однако энергозатратность HTC One Mini 2 тоже меньше, поэтому батареи без проблем хватает на день-полтора работы. В режиме просмотра видео смартфон способен проработать не менее 6 часов. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 4.4.2 и имеет новый фирменный интерфейс Sense 6.0. В отличие от флагманской модели, здесь не предусмотрено управление с жестами, нет фитнес-функций, но они не главные. Зато есть возможность изменять интерфейс, настраивать его под себя. Заметно улучшен сервис BlinkFeed, обновляющий новостную ленту. Так, например, в нем появилась возможность автоматической настройки по интересам в социальных сетях. Фактически, теперь его можно использовать в качестве агрегатора контента, дополненного функцией поиска. В лучшую сторону изменились приложения для мультимедиа. Пользователь смартфона может теперь добавлять субтитры в видео, использовать новые эффекты визуализации при прослушивании музыки. Стоит обратить внимание и на хороший звук, превращающий смартфон в компактную стереосистему. Здесь использована технология HTC BoomSound, компонентами которой являются два фронтальных динамика SO стереоусилителями, а также программа балансировки высоких и низких частот. Одной из изюминок аппарата является камера. Собственно, у HTC One Mini 2 их две. Фронтальная имеет разрешение 5 мегапикселей и предназначена в основном для видеосвязи, но с ее помощью можно делать, например, фотографические автопортреты. В частности, для этого она оснащена таймером обратного времени. Основная камера, расположенная на задней панели, имеет разрешение 13 мегапикселей. И если у флагманского M8 камера использовала ультрапиксельную технологию, то здесь использован более традиционный модуль, обеспечивающий внушительное качество снимков благодаря наличию автофокуса и светодиодной вспышки. Следует согласиться с фактом. У HTC One Mini 2 прекрасный имидж компактного, но очень бодрого девайса. Мы имеем дело с приличной функциональностью, отличным звуком, нормальным запасом времени, автономной работы и прочим. И все это по очень приятной цене. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, оставляй отзывы к обзорам и товарам на сайте интернет-магазина «Связной». Нам действительно интересно твое мнение. Пока!